ребята привет привет добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал если вдруг вы не видели начало о том как мы делаем прицеп каплю своими руками то вот здесь наверху и по ссылке внизу в описании будет плейлист в котором уже накопилось между прочим больше 10 видео о том как мы вот этим всем занимаемся так что заходите смотрите да оставляйте свои комментарии мы будем очень рады вот ребята пользуюсь случаем сегодня 8 марта и хочу поздравить всех женщин всех девушек с 8 марта чтоб много 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 цветов много любви в общем празднуйте всем от нас огромный 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 привет поздравление поздравление любви хорошей погоды чтобы солнце всегда светило ярко цветов было много и каждый день ну а сегодня мы в общем празднуем тоже до 8 марта я-то вообще чудесно его отмечаю смотрите женщины это просто вот мечта мечта любой девушки муж в сексуальном костюме космонавта да кто о таком не мечтает но на самом деле мы сегодня хотим показать вам как мы в общем начали уже потихонечку покрывать да в общем наш фазером до эпоксидом и глаз фазером и что для этого нужно и как мы это делаем и в общем сегодня все расскажем по порядку сейчас начнем с того что в общем то вам понадобится если вдруг вы решите тоже этим пострадать так ну что же о материалах немножко расскажем что у нас здесь есть первым делом вам понадобятся весы у нас обычные кухонные но они прекрасно в общем работают те которые показывают граммы потому что точно здесь очень важно также вам собственно нужно будет смесь собственно мы его называем эпоксидом но мне несколько раз писали в комментариях что это в общем несколько неправильно по-русски так говорить но мы называем так как он у нас написан на этикетке поэтому пардон за сложности перевод с немецкого что называется но по факту это действительно эпоксидная смесь до которая состоит из отвердителя и раствора до которые со стандартным соотношением два к одному вот таких замечательных одноразовых к сожалению стаканчиках будет разводиться почему одноразовые потому что когда в общем вы это пластиковая посуда здесь вот есть между прочим она продается у нас в строительном магазине ну в россии то обе берла мерлен у нас он за это балхаус такие штучки продаются они стоят не то чтобы сильно дешево если говорить о расходе который вообще в принципе вам нужен для того чтобы все этим всем этим заниматься потому что стаканчики большому сожалению одноразовые да то есть здесь несмотря на то что они очень удобные весь мирные все вот эти вот штучки которые могут вам понадобиться но я бы несколько не советовал этим пользоваться потому что в разводе этой смеси важна точность поэтому весы все-таки очень-очень рекомендую вам приобрести но второй раз вот этим стаканчиком пользоваться не получится потому что смесь которая останется здесь ну после работы да после того как в общем прекратите уже все это делать ее ничем не удалить и если вы вдруг ну как бы вы уже использованный стаканчик нальете новую смесь то она вступит в реакцию с той которая была там до этого и испортит вам в общем весь праздник чего бы не хотелось поэтому два раза пользоваться посудой ну я бы не рекомендовала если вдруг у вас есть какой-то лайфхак как можно вообще вот целиком очистить такой стакан и использовать его второй раз пожалуйста напишите нам в комментариях мы будем вам крайне благодарны это экономит нам денег и времени и расход пластика в природе что тоже в общем приятным будет но тем не менее вот пока одноразовый далее у нас есть вот такой скребочек он в резиновый силиконовый до которого смесь будет уже распределяться по поверхности двери уже после того как вы на сетку сверху зальете разведенную смесь сначала перед тем как проходить валиком нужно ее хорошо распределить от центра края мы его и делаем это с помощью вот такого скребочка железным не надо пользоваться резиновый дальше у нас супер ножницы супер чудесные не хозяйственные и даже не портновские ножницы ножницы куплены в строительном магазине для того чтобы сетку потом отрезать очень острые поэтому будьте аккуратны далее валик с валик сам по себе обычный ну как сказать как губка для мытья посуды он не мохнатый как я его называю да то есть такое совершенно стандартный маленький блюдо потом для прохождения уже сверху но собственно про смесь я уже сказала у нас есть еще кофе дорогой будем распивать кофе в смесь у нас не нужно заливать и не нужно путать что из этого нужно заливать в себя но на самом деле когда вы уже разведете ваш смешайте отвердитель с раствором а для того чтобы в общем реакция началась и прошли и пузыри которые образуются в смеси оттуда вышли нужно очень-очень хорошо перемешивать несколько раз переливать ваша свою за покажем но потом нужно чуть-чуть подождать как раз хватит на чашку кофе до чтобы в общем смесь была готова к работе дано чтобы успокоилась и в общем пузыри оттуда все вышли и конечно обязательно вам нужны будут перчатки если у вас есть многоразовые пользуйтесь многоразовым им пользуемся вот такими одноразовыми но мы иногда используем их несколько раз обязательно обязательно для работы с любыми химикатами неважно будто эпоксидка или средства для меня посуды используйте перчатки потому что любая химия которая попадает к вам в организме есть хорошо поэтому не пренебрегайте уже есть как я уже сказала такой замечательный костюм у меня есть ненужная кофта на меня костюма не хватило не было моего размера да да еще эти костюмы дорогу стоит на самом деле а вот но поскольку у нас муж в основном у меня андрей в основном работает с этой истории я так на подхвате помогаю где-то развести где-то что-то подержать то мне как бы это не столь нужно но если вот вы прям работаете работаете с этой смесью лучше разориться на такую вещь многоразовый для защиты одежды потому что не нужных футболок у нас собственно не так много да ну и плюс все таки такие химикаты даже при попадании на одежду если они не соприкасаются с вашей кожей но это не есть хорошо они разумеется не ацетируются они ее испортят ну и потом как бы ну сами понимаете лучше лучше не рисковать правда ну собственно вот дверь сетка поехали поехали так друзья у нас вообще фаталии с камерой регулярно случаются нам кстати уже в комментариях написали что почему мы не показали в своих первых видео как мы делали конкретно каркас боковушек так вот поэтому потому что у нас порой случаются такие моменты что мы разговариваем сами с собой понимаете вот говоришь говоришь сам с собой полчаса при этом что ты делаешь что второй раз уже проблематично сделать а потом раз а камера не пишет а мы в общем все пропустили так что ребят извините если вдруг так случается то мы порой стараемся возвращаться каким-то моментам которые мы не показывали но иногда это невозможно как например сейчас когда мы разводили картинно смесь на камеру и при этом ничего не записалось но в общем вот она смесь уже готовая на самом деле ничего сложного берете весы берете ваши компоненты два к одному хорошо очень очень хорошо очень долго перемешиваете в одной таре и потом переливаете в другую несколько минут ждете пока в общем посадут пузыри а вот она происходит магия собственно говоря в деле заливание смеси на сетку сетку из рулона раскатали на дверь немножечко очень очень аккуратно пригладили руками чтобы не деформировать чтобы сетка никоим образом не потеряла своих свойств никуда не уехала но обрезали вот он кусок сверху на двери и сейчас андрей шпателем разглаживает смесь перед тем как уже будет дальше и утрамбовывать как так скажем сейчас он как видите заливает в центр вот здесь у нас окно дырка то есть сюда нам не нужно ничего лить но это приблизительно центр детали заливаете смесь как вы видите кстати мы работаем без масок потому что смесь ничем не пахнет у нее есть очень легкий химический запах но это не страшнее чем грубо говоря потекшая гелевая ручка поэтому у нас нет открытых окон ну открытых окон у нас нет еще и по той причине что инструкция к данной смеси обозначает определенную температуру работы с ней если вдруг мы здесь откроем окна и пустится до весенний ветерок ничего хорошего не будет у нас смесь будет от отвердевать до ну до того момента как я стану балериной то есть приблизительно до следующей жизни ну и вот как то так это все происходит просто магия если вспомнить как вы помните в одном из наших предыдущих видео мы в общем той же самой абсолютно смеси заливали другое волокно абсолютно для этого неподходящие плотно и жесткая мне кажется она сумма для того чтобы утрамбовывать и и заливать бетон но мы решили что мы сэкономим и залили им нашу заднюю крышку как вы помните это было эпично мы никак не могли не то чтобы заставить эту сетку ту точнее предыдущую впитывать раствора там в общем литр этого раствор на ушел на эту заднюю крышку и это было в общем эпично зато мы на собственных ошибках поняли что на материалы придется раскошеливаться сэкономить не получится сетку придется покупать собственно говоря вот мы на нее разорились кстати ссылки меня часто спрашивают о том чего мы где покупаем ребят у нас 80 подписчиков на канале мы ничего не рекламируем поэтому ссылки на все на все что мы используем я в этот раз оставлю в описании внизу если вдруг вам интересно про смесь про сетку про там же я оставлю ссылку на окна потому что про окна нам достаточно часто спрашивают покупаем все на свои деньги на ebay или на сайте прямо поставщиков которые это делают как это было его со смесью которым сейчас используем сетку на ибо и покупали поэтому заходите смотрите ну что же как вы видели мой космический муж закончил обработку нашей двери это первый слой из пяти и теперь мы будем ждать шесть часов ребята шесть не больше не меньше для того чтобы потом обрезать сетку если это сделать слишком поздно то раствор уже настолько затвердеет что сетка начнет ломаться и вы не сможете обработать ее края и это в общем будет боль в нежном месте поэтому не больше не меньше 6 часов так говорит технология смеси с которой мы работаем кстати о технологии друзья читайте инструкции которые вам поступают вместе с материалами которые вы используете даже если вы сто лет уже чем-то пользуетесь и углы ну как вы думаете что вы не можете ошибиться или что это все одно и то же это не одно и то же потому что по одной простой причине сейчас промышленность у нас шагнула далеко вперед и и разные всякие материалы которые кажутся вам знакомыми и в общем часто используем они могут быть несколько другими так произошло и с нами мы посмотрели видео на ютубе про то как работать с активной смолой и в этом видео было сказано что если вы хотите выгнать пузыри в уже размешанной смеси чуть-чуть быстрее вы должны эту смесь немного подогреть ничего не предвещало беды и мой муж взял стакан в общем с этой смесью поставил ее на батарею которая между прочим у нас не сильно горячая после чего произошла моментальная реакция стакан нагрелся до 40 градусов до него было очень трудно больно касаться даже то есть смола которая находилась в этом стакане она полностью прореагировала стала бесполезной после чего мы как в общем люди которые в виде опаздывают мы наконец-то прочитали инструкции в технологии было сказано что именно наш раствор не терпит нагревание даже при комнатной температуре или при температуре в помещении в котором вы работаете выше определенной определенного значения реакции произойдет слишком быстро и в общем это сойдет на нет все ваши усилия поэтому читаем инструкции но ребята сейчас мы ждем 6 часов обрезаем сетку делаем второй слой и в общем работаем дальше так друзья ну что же вы видите как андрей сейчас обрезает сетку прошло уже 6 часов у нас уже вечер наступил как вы можете вон там в окошке видеть и первый слой эпоксидки застыл сейчас срезаем сетку позже чем через 6 часов срезать ее уже очень проблематично на затвердевает и ломается и в общем потом ее обрабатывать быть совершенно невозможно поэтому вот срезаем ее сейчас обычным канцелярским ножом аккуратненько сетку срезаем так мы постояла перед перелили еще пару раз туда-сюда смесь постояла на нас несколько минут упокоилась и вот можно уже начинать работу наливаем и валиком проходим так по всей площади двери ребята добрые ночи ну точнее доброго позднего вечера вообще на самом деле мы сейчас вот стали работать когда с эпоксидкой стали вставать и ложиться вообще в самое интересное время суток у нас были будильники заведены уже и на 2 часа ночи на 5 утра и в потому что время нанесения слоев нужно выдерживать технологию и поэтому в общем жизнь заиграла еще более новыми красками поэтому доброго позднего позднего вечера уже практически доброй ночи но хочу сказать что вообще-то все это того стоит потому что вот здесь у меня есть дверь который мы уже закончили привет 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 и вот так она выглядит очень красивенькая такая очень гладкая прям как вот в магазине знаете трогаешь ни какой-то ни одной шершалочки никаких вообще изъянов заломов ничего нет очень хорошо и сработала и сетка и смесь если честно после того как мы покрывали заднюю крышку я была крайне скептически настроена вообще на всю эту историю я думала что будет кошмар ужас в итоге я не знала даже что мы там будем дальше делать после того как случится эпик фейл но нет не все хорошо реально очень красиво все получается ровненько красивенько и вообще ну результат превзошел если честно мы ожидали ну что же вот такое у нас сегодня было видео и мы сейчас будем уже его закачивать потому что нам нужно хотя бы пару часов поспать перед тем как нужно будет наносить следующий слой плюс кому-то еще придется караулить детей поэтому собственно говоря у нас еще много дел на эту ночь и на несколько других следующих ночей а вообще на самом деле логистика всего этого процесса у нас получалось достаточно трудно сложная потому что частей у прицепа много и многие из них достаточно объемные как например часть которая лежит около у меня это как раз шкафы кухонные и их покрытие и покрытие например вот шкафчика дверки от шкафчика это немножко разные вещи но все это где-то нужно разместить у нас комната несмотря на то что большая но стол всего один места не так много и получается что мы стараемся одновременно работать с большим количеством частей но одновременно работать со всеми частями прицепа это нужно наверное какое-то огромное огромное помещение которое у нас к сожалению нет и это конечно тормозит процесс общей обработки прицепа потому что вот все приходится делать по очереди вот поэтому на сегодня мы это видео заканчиваем надеюсь оно было вам интересным и полезным спасибо большое что вы на нашем канале заходите еще приводите своих друзей делитесь этим видео в социальных сетях следите за нами в инстаграме ссылка на который будет внизу в описании спасибо пока